Открой Открой мне, Господи, глаза мои Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы поговорим об удивительной исторической фигуре Петре Аркадьевича Столыпина. Наш собеседник Павел Анатольевич Пожигайло, президент Фонда изучения наследия Петра Столыпина, кандидат исторических наук. Добрый день, Павел Анатольевич. Расскажите секрет, как вам удалось убедить высшее руководство нашей страны принять участие в создании памятника Петру Столыпину? Да какой секрет? Я даже сам не знаю. Я не знаю, как я пришел вообще к этой идее. На самом деле вот, наверное, то, как собственно пришел к этой идее, наверное, в этом есть все дальнейшие события удивительные совершенно в моей жизни. У нас была такая с женой история, связанная с Иерусалимом, именно связанная с рождением детей, с таким удивительным рождением детей. вот, слава Богу, еще раз говорю, что сейчас у меня их пятеро, вот, а тогда, собственно, были некие опасения, вот, высказанные врачами. И мы вот поехали в Иерусалим в 2000 году в храме гроба Господня, антифада была, никого не было вообще, на Голгофе. Я сидел тогда в 35 лет, вот, и каялся во всех своих, так сказать, грехах жизненных и просил Бога, говорю, Господи, ну вот, может быть, несмотря на всю мою грешную душу, так сказать, все мои грехи, дай мне вот хорошую семью, детей, как-то. Ну, такая была интересная очень, тогда еще не был церковленным человеком, ну, душа-то у каждого человека, православная, она все равно христианка, да. Вот. Мы приехали из Иерусалима, и обнаружили, что жена моя беременна. Это было такое первое мое знакомство, собственно, с православной верой, и, к счастью, Господь дал мне явного так, понимаете, потому что, говорим, а где чудеса? Да вот у меня вот такое чудо было в моей жизни. И мы, собственно, этого первого нашего ребеночка решили на Святой Земле и родить, сняли дом на три месяца, и, собственно, там ездили, паломничали по святым местам, вот, и там же он в Израиле и родился, первый мой сын. И в этот период я как-то бродил по Тель-Авиву, зашел в книгический магазин, нечего было читать, и решил найти какую-то книжку. И мне на глаза попался книга «Реформатор» Святослава Юрьевича Рыбуса. Сейчас мы с ним очень близко дружим, и все это время вместе с ним, собственно, много книг таких важных и интересных написал про историю России. Вот. А эта книга была о Столыпине. И я ее купил, я, как сейчас помню, сидел на пляже, шикарный пляж, солнце, так знаете, как бы удачный предприниматель, 2000-й год. И я ее начал читать утром, не мог оторваться, и закончил где-то к вечеру, там буквально сто с чем-то страниц. И в конце книги у меня потекли слезы. Знаете, все-таки у боевого офицера, такого достаточно жесткого, много видевшего, у меня так сложно расслезить. А здесь, вы знаете, было ощущение еще неосознанное, чего-то вот настолько переломного для России, что вот убийство Столыпина, оно изменило историю. Что вот та страна, которая должна была в середине 20-го века быть 450 миллионов человек, это половина, это фактически такая же Европа, как и сейчас. Что действительно, первое место в мире по темпам роста в 2013 году, пятая экономика в мире, масло продавали растительного больше по объему, чем золото в 2013 году, заложен Днепрогэс, то есть половина индустриализации Сталина основана на проектах Столыпина. Три с лишним миллиона человек переехали в Сибирь. Представляете, что такое, в то время, откуда-нибудь там, не знаю, из Харьковской области, поехать за Урал, то есть для людей, это совершенно на Луну поехать. И через 2-3 года уже там, в Алтайском крае, собственно, было образовано две тысячи населенных пунктов с нуля. К 2013 году во многих из них были свои даже театры, рестораны и приглашали артистов из Канады. Это мне Илья Сергеевич Глазунов говорил еще там 13 лет назад, а он застал одну из там бабушку, собственно, еще помнящую те времена, и жившую тогда, собственно, в начале 20 века. Вот она все это рассказывала, собственно, как они жили, понимаете. Строились храмы, собственно, осваивалась Сибирь. И вот на пике столбинских реформ прирост населения России было 3,5 миллиона человек в год. Вот с 1903 где-то по 13 за 10 лет Россия приросла примерно на почти 40 миллионов человек. Представляете цифры? Почему? У людей появилась надежда, появилась возможность. Но здесь я перехожу уже к власти, да, вот с этого момента. Потому что мы подошли к квинтэссенции столбинских реформ. Потому что для многих непонятно, ну там земельная реформа, что-то там можно говорить все-таки о местном самоправлении, это была главная реформа, собственно, реформа местного самоправления, не земельная с точки зрения государства. Вот. Ну что же главное было в этих реформах и что, как мне кажется, сыграло свою роль в том, что Владимир Владимирович Путин за последние 10 лет могу ошибиться, но я вот недавно тоже еще раз так вот обращался к истории. Я не помню ни одного раза, когда он был председателем оргкомитета какой-либо исторической личности. Вот прошел юбилей 200 лет Ломоносова. Согласитесь, что практически никто об этом даже и не вспомнил. Ломоносов был тоже фигурой достаточно серьезной. 400-летие дома Романовых было сейчас, 612 год, 812 год. Могу ошибиться, но вот вчера мы тоже с моими коллегами вспоминали, то есть единственный оргкомитет, посвященный юбилею фигуры, которая была в истории России, так сказать, занимала достаточно такое серьезное место, это был Столыпин. Он возглавил оргкомитет, это десятилетие Петра Аркадьевича Столыпина лично, причем это было за полгода до выборов президентских. Вот представьте, с точки зрения всех политтехнологий, пиаров и так далее, это достаточно была такая смелая история, потому что могли ассоциировать со Столыпиным как с висельником все эти клише и вся эта ложь, которая была в советское время о Столыпине. Потому что Ленин понимал, кто такой Столыпин, у него в письмах есть, он во времена Петра Аркадьевича писал, что если Столыпинская реформа дальше пойдет, большевикам нечего будет делать в стране. Он Столыпина считал вообще главной фигурой, которая способна была сохранить естественное развитие России. Мы издали 18 книг о Столыпине. Я изучал диссертацию по Столыпинским реформам, а вообще 18 книг все, биохроника, биография, Столыпинские реформы полностью во всех актах, тайна убийства Столыпина, воспоминания эмигрантов уже о Столыпине. То есть практически все, что касалось жизни Петра Аркадьевича и его дел, сегодня воспроизведено в книгах. Это труд десятилетнего нашего фонда, и многие читая это, все равно потом ты говоришь, как Столыпинский вагон. Я говорю, позвольте, Столыпинский вагон в сталинское время использовался вагон, который Столыпин разрабатывал для перевозки крестьян со скотом. И большевики много потратили на эту личность, чтобы ее опорочить. Не просто так. Еще раз говорю, если поднять все стройки сталинской индустриализации, то половина из них проекты создавались именно в Столыпинское время. Илья Муромец самолет, 13-й год. Это результат Столыпинских реформ. Корабли закладывались наверх. То есть, какой-то был фантастический подъем страны во всех направлениях. Столыпин открыл возможности для творческого выражения огромного количества людей. Вот раскрытие творческого потенциала народа и есть задача. Например, была задача тех реформ, и я считаю, задача сегодняшней модернизации. Когда говорят об инновации, модернизации, и под этим подразумевая какую-то, так сказать, фитюльку в виде гаджета, это смешно. Понимаете, это абсолютно апокалиптическое представление о развитии государства. Значит, основа любой модернизации это раскрытие творческих возможностей человека. Вот поскольку канал православный и мы люди православные, то мы знаем, что зарыть свой талант это один из главных грехов человека. Человек создан по образу подобию Божьему. И, собственно, может быть, Путин, как мне кажется, очень точно почувствовал вот эту квинтэссенцию, главную, главный, собственно, критерий реформ Столыпина. Потом, когда у меня была возможность лично, собственно, об этом говорить, я просто подтвердился, утвердил свое мнение. И вот со мной доклад, который я, собственно, готовил где-то год к оргкомитету и на оргкомитете я его читал. Вначале сказали, ну, знаете, протокол там пять минут, не больше. Я говорю, ну, как за пять минут можно, так сказать, а он где-то минут на сорок. В результате у меня было двадцать шесть минут и Александр Вячеславович Жуков, спасибо ему огромное, Александр Дмитриевич, он мудрый, очень умный человек, кстати, действительно, уважающий Петр Аркадьевич и, собственно, поддержавший нас тогда очень серьезно в организации этого празднования. Он говорит, Павел, ты читай доклад, если увидишь, что, так сказать, применил премьер-министр тогда, так будет как-то не проявлять интерес, ну, тогда закругляйся. Так вот, все двадцать шесть минут я читал доклад, обращая внимание на Владимира Владимировича, он все слушался большим интересом. А в конце он взял этот доклад и начал приводить цитаты Столыпина, которые, так сказать, и весь доклад он что-то там для себя черкал, так сказать, смотрел. Конечно, мы очень серьезно подходили вот к этой книжке, ну, самое главное, собственно, вынося на вот эту презентацию. Так вот, уже потом, когда была еще одна возможность, собственно, говорить об этом, как раз, я говорю, вы знаете, какой главный поиск современного мира? Поиск современного мира сегодня это модель государственного устройства в будущем, потому что мы прекрасно понимаем, что происходит некий деградационные процессы, особенно это видно в Европе, да, когда речь идет о таких появлениях, как автаназия однополые браки, то есть это же все вместе происходит, так сказать, сокращение рождаемости, так сказать, ну, полный гедонизм во всем, да, то есть уничтожение религии, вот только что я был в Италии, вы знаете, что там распятие убираются из школы и так далее, во Франции много, вот есть тоже французы, которые, видите, даже жизнь самоубийством заканчивали, протестуя против законов однополых браках, там тоже много верующих людей, но, к сожалению, основная масса сейчас приходит к власти людей Вавилона, так скажем, ну, для православной аудитории понятно, о чем идет речь, так вот, фактически, сегодня вызов перед человечеством стоит, а какая модель? Вот у России есть очень интересный как бы опыт, я считаю, что это абсолютно божий промысел, это 73-летие советской власти, обратимся к книгам Достоевского, он же кричал о революции, убийство в старухе в преступлении и наказании это 17-й год, понимаете, вот эта мысль деления людей на разряда, вот это, так сказать, раскольниковские все вещи, это основа марксизма-ленинизма, мы убили старуху в 17-м году и получили кайновую печать, как и раскольников, мы что хотели, снять эту печать просто покаянием, кайновую печать, вы знаете, покаянием не снимается, только страданием, и вот 70 лет Господь сказал, хотите без Бога, потому что интеллигенция 90% была неверующая к 17-му году, поверьте мне, я много занимался этим периодом, да, вот сейчас читаю тоже книги эмигрантов уже, вот все у них есть, в Стамбул бежали с армией, в Лангеле, потом Франция, потом нет храма, и он сам признается, вы знаете, а мы были совершенно все неверующие люди, вторые, третьи, четвертые, пятые, шестые, то есть практически, как Достоевский говорил, что с появлением Островского люди вместо храмов по субботам начали ходить в театру, понимаете, то есть, вот начиная с Петра I, с моей точки зрения, начался отход от веры, собственно, да, и постепенно, раньше служили Богу, Святой Руси, а потом начали служить государству, вот государство, патриотизм, надо государство, а Бог ушел, все отношения, даже мужа и жены, они идут через Бога, нет любви вот такой, понимаете, есть любовь только вот такая, и отношение к царю и государству идет только через Бога, если страна хрисоцентрична, опять-таки возвращаясь к Достоевскому, когда он говорил, что если истина вне Христа, я с Христом, но не с истиной, так вот, если государство вне Христа, то мы люди православные с Христом, но не с государством, это интересные такие моменты, так вот, очень важный вопрос, да, вот 70 лет, Раскольников на каторге был, мы были в коммунизме, да, такая интересная модель экономического устройства, похожая на православную модель по этике, да, где деньги не являлись мотивацией труда, очень важный момент, очень важный момент, я вот до сих пор убежден, что деньги, являющиеся мерилом всех наших ценностей, это главное зло, которое, собственно, мешает нам действительно быть по-настоящему, так сказать, духовными, моральными, собственно, да, и православными людьми, а там не было денег, зарплата фиксированная, собственно, получали столько, сколько нужно было для жизни, даже чуть-чуть не доедали, что полезно, потому что тело все время было немножко голодное, понимаете, душа, ну, без Бога, такая интересная перевертыш, я думаю, что Господь не просто так дал этот опыт, то есть мы прошли этот опыт, мы его понимаем, мы его знаем, и сегодня, после 91-го года, мы нашли Евангелие под подушкой, как и Раскольников, вопрос, главный вопрос, а мы покаялись, то, что было в 17-м году, вот посмотрите, нас сегодня очень грамотно, куда поворачивать, Сталина ругать, возвращаясь к Ветхому Завету, тот, кто ругает наказание, льет воду на мельницу преступления, Сталин, это было наказание, а за что? А за 17-й год, не о Сталине надо сегодня говорить, тот, кто сегодня на Сталина начинает, так сказать, извините, катить бочку, они прекрасно понимают, что речь не о Сталине идет, понимаете, а вот если их развернуть туда, в 17-м году, они же пришли тогда, в 17-м году, они сделали, так сказать, вот это кровавое месиво, где Каин и Авель, собственно, восстали из своих могил, и друг друга опять брат брата выбивал, и там брат отца, отец брата. Так вот, модель государственного устройства, мне кажется, что как раз Россия, Россия сегодня может, используя опыт столыпинских реформ, опираясь на священное писание, предложить модель государственного устройства, где отношения власти и народа будут в режиме сотворчества, но не только власти и народа, а когда еще, как я говорил, в этом сотворчестве участвует спаситель наш. И вот если власть и народ через спасителя будут находиться в состоянии сотворчества, вот и православное царство, понимаете? А что мера в этом обществе? Не закон и не деньги, а совесть. Не буду сейчас углубляться в значение семантическое слово совесть, так сказать, канал православный, многие понимают, о чем идет речь. Понимаете? И это серьезный вызов перед страной, но никакие простые либеральные протестантские модели для России неприемлемы. Поверьте мне, будет социальное расслоение и очередной какой-то катаклизм. Никаких простых решений для России нет сегодня. Был уникальный опыт Столыпинского времени, который, я считаю, можно было бы сегодня действительно под лупой изучить и использовать, и опереться на фигуры. Поэтому Владимир Владимирович, с моей точки зрения, он где-то на уровне подсознания, где-то на уровне духа восприял то, о чем я сейчас говорю. Понимаете? Так же, как многие остальные русские в Столыпине. Даже, может быть, не понимая до конца. Солженицын ему показывал эту фигуру, если помните, или шесть назад. Он говорил, вот, кто в истории, на кого опираться. Более того, я считаю, что Путин ищет где-то в истории точку опоры. Невозможно строить страну, не опираясь на исторический опыт. Посмотрите, Иван Грозный оболган, Борис Годунов оболган, ну и Петр Первый. все практически, пространство историческое было до революции оболгана Николай Второй. Ну и не буду говорить эти клише, они все как бы известны. И он, первое, за что я уважаю президента сегодняшнего, то, что он правильно ищет точку опоры в истории. Было бы страшно, если бы он, как в 17-м году, все отвергнул, как бы, и строил там с чистого листа. Второе. Он нашел очень точную точку опоры. Понимаете? Более того, за полгода до выборов возглавить оргкомитет, собственно, у нас огромное количество мероприятий, мы восстановили могилу в Киевско-Печорской лавре Столыпино, повесили доску на больнице, где он умер, памятную. Собственно, было, ну там, огромные, десятки конференций прошло. И потом, Путин лично выбирает место для установки памятника. Я, честно говоря, просто, вот настолько это было синхронно, я молчал вообще. Говорит, вот здесь. Первая проходная, въезжает премьер-министр в эту проходную. Он говорит, вот тут памятник, чтобы каждый премьер-министр, который будет въезжать в Белый дом, чтобы он смотрел на Петра Аркадьевича как бы и соизмерял себя. Что еще можно желать? Понимаете? Это выбор метафизический, как Проханов говорит, собственно, что это метафизика. И я счастлив, что действительно руководитель страны, собственно, абсолютно честно, это не было, это было против всех законов пиара и рекламы. И вот, как я считаю, что все мои заслуги, это не мои заслуги. Понятно, что Господь просто, наверное, вот, ну как сказать, благословил меня и направил. Точно так же, как Владимир Владимирович, собственно, по воле Божьей это возглавил. Все вместе мы сделали огромное дело, вернули Столыпина России и поставив память в самом политическом месте. Это самое политическое место Москвы, вот этот перекресток. Вот, я считаю, что в данной ситуации президент просто очень однозначно обозначил свой курс. И меня это лично очень радует. Павел Анатольевич, давайте мы несколько слов скажем о другом чудесном событии, которое произошло с вами в ходе изучения творчества и, собственно, истории жизни Петра Аркадьевича Столыпина. Как была обретена вот эта чудесная икона? Да, почему я иногда так вот как-то очень не знаю, радость у меня, что хочется верить в то, что, ну, я верю в то, что Петр Аркадьевич за меня там молится, точно, потому что много событий в моей жизни происходит не без его участия. Я с Столыпиным живу, как с живым человеком. Мы же люди верующие, душа его, мы за него молимся, так сказать, да, вот, я надеюсь, что он за нас молится. Ну, как по-другому можно было расценить события, когда в 2007 году в какой-то местной газетенке Кировской области, абсолютно какой-то там муниципальной, в интернете мы случайно выискли какое-то объявление, где какая-то женщина говорит, что у нее икона, на которой сзади написано что-то о Столыпине. И она, может быть, родственники какие-то или так далее. На следующий день наш сотрудник ездит в Киров, берет такси, 200 километров от Кирова по разбитым дорогам, Тайга, поселок Лебяжье. Значит, приезжает, с трудом находит эту женщину, оказалось, это матушка, жена священника. Ну, сейчас это отец Мирослав, мы там храм построили, помогли ему Лебяжье, поддержим его батюшку. И видим, что в ее руках икона, которая упоминается в ситуации, когда был взрыв на Аптекарском острове в 1906 году. Вы помните, 34 человека погибло, когда террористы взорвали дом Столыпина, и он чудом уцелел, потому что стол, огромный дубовый стол, взрывной волной поднял его так вот, облил его чернилами, но он защитил Столыпина от поражения. А дочка Наташенька, она взрывной волной была выброшена на улицу, и лошади, на которых приехали террористы, пролетка, они, значит, рванули и переехали ноги. И, соответственно, одна нога была просто раздроблена, кость, и когда пришел Боткин, врач, он был врач и семьи Столыпина, премьер-министр, он говорит, что это было там под вечер, что, скорее всего, ногу надо удалять на 99%, потому что будет гангрена, и есть опасность, как бы, что она из Столыпина, тогда они уговорили его подождать до утра, собственно, да, вот, и он согласился, но, так сказать, так, он говорит, что риск большой, и он говорит, всю ночь молились иконе, Наташеньке, да, преподобному Сергию, здесь святой Дриана Наталья, Наталья, соответственно, это покровительница, да, Наташеньке, вот, об исцелении нашей доченьки, и когда утром пришел Боткин, он очень удивился, потому что гангрена не появилась, то есть, ну, условно говоря, не было такого массового воспаления, да, и ногу не ампутировали, то есть, это вот чудо в семье Столыпинах произошло у вот этой иконы, и она прихрамывала всю жизнь, ну, собственно, была с ногой, как бы ходила, в 14-м году, когда началась Первая мировая война, поместье Столыпина было в Каланаберже, это Литва, то немцы как бы зашли, дальше много имущества было утеряно, собственно, да, и эта икона, она исчезла, в 14-м году, в 2014-м году, путь этой иконы, мы не смогли проследить, собственно, как она оказалась, да, из Литвы переместилась в Кировскую область, вот представляете, да, тоже вот интересно, но то, что в результате она оказалась в нашем фонде, я, честно сказать, ну, не знаю, радость большая, я вот так прихожу, тоже смотрю, думаю, знаю, вот этот знак, это знак для верующего человека, конечно, это и ответственность огромная, да, вот, ну, и в том числе, многие истории, которые это рассказывают, собственно, да, может быть, ну, капелька веры появляется дальше, понимаете, вот это чудо, которое реально встречается в нашей жизни, я, конечно, счастлив, что, если эта икона, к нам, так сказать, обретена нами, может быть, действительно, за то, что мы на каком-то правильном пути идем, дай Бог, я очень благодарен в этом смысле, слава Богу, вот, мы и молимся, и благодарим Бога за то, что, и Петер Аркадьевич, да, что, собственно, вот такой знак помогает нам не ошибиться, потому что вопросы, которые мы здесь поднимаем, очень серьезные, и очень важные для нашей страны, это стратегический путь России в ближайшие столетия, и дай Бог, чтобы ни мы не ошиблись, ни власть наша не ошиблась, кстати, еще один момент, я хочу в конце, может быть, призвать аудиторию, православного канала, и как-то, поскольку у меня много споров происходит в отношении, скажем, президента нашего, да, ну, понятно, что люди многие там, может быть, за нуждой забиты, да, или еще что-то, я говорю, вы знаете, я вас всех призываю, православных людей, в записочках пишите за Владимира, о властях и воинстве молятся в церквях, но я считаю, что мы очень часто входим в вот это состояние осуждения, обсуждения, критики и прочее, давайте мы помолимся за нашу власть, вот я рассказал историю, которая связана непосредственно с Путиным, да, и она была очень искренняя и очень личная, ему очень тяжело, я считаю, что вот наша соборная молитва православных людей, личная молитва, в помянниках упоминать, вот утром мы молимся, Владимир, записочку пишем за здравие, Владимира, понимаете, и может быть как раз, когда народ наш весь будет молиться за нашего президента, в какой-то степени и те мысли, о которых мы говорили, может быть, и действительно, те механизмы развития страны, соответствующие нашей православной культуре, они будут найдены, поэтому не только власть виновата в том, что у нас есть какие-то проблемы, но и мы сами, и дай бог нам набраться этой мудрости, терпения, действительно, смирения и любви искренней, да, и молиться о властях наших, и, собственно, самим спасаться, чтобы в конечном итоге дело Петра Аркадьевича и наши дела, они спасли нашу, так сказать, любимую, великую, святую Русь. Спасибо. И пусть весь мир ликует и поет Разбуженный пасхальным перезвоном И слезы вдруг, как ручейки по склону И тает в сердце многолетний лед Так пусть весь мир ликует и поет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова